Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. С доставкой на дом. Жителей отдаленных малонаселенных пунктов вакцинируют в мобильных ФАПах. Мэри Поппинс возвращается. В Чебоксарах прошел региональный этап Всероссийского конкурса младших воспитателей. Забытые сражения, неизвестные герои. В Чувашском государственном художественном музее открылась выставка художника-ветерана Великой Отечественной войны. Поддержка малого и среднего предпринимательства, субсидии региональным спортивным федерациям, новые законопроекты рассмотрели на заседании Кабинета министров Чувашии. За год пандемии субъектам малого и среднего бизнеса было предоставлено немало мер государственной поддержки. Это и налоговые льготы, и кредиты по сниженным процентным ставкам. Сейчас к ним добавится еще одна возмещение затрат, которые связаны с приобретением и обновлением оборудования. Так, субъекты МСП, которые пройдут отбор, смогут вернуть до 30% своих затрат. Это поможет обновить техническую базу предприятий и привлечь инвестиции на производство товаров и услуг. При этом приобретаемое оборудование должно быть новым, произведенным в предыдущем или текущем году, полностью оплаченным и введенным в эксплуатацию на момент подачи заявки на субсидию. Максимальная сумма возмещения – не более 10 миллионов рублей. Это для предприятий, которые действуют больше года. До полутора миллионов рублей могут получить вновь созданные организации. С более подробной информацией, как подать заявку, можно ознакомиться на официальном сайте Минэкономразвития Чувашии. Согласно другому законопроекту, который рассмотрели на заседании, субсидии из республиканского бюджета смогут получать все региональные спортивные федерации. Их в Чувашии 65. Эти средства они смогут направить на подготовку и участие в спортивных мероприятиях. Раньше такую меру поддержки получали только федерации по командно-игровым видам спорта. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика. В рамках национального проекта к 2024 году субъектов МСП должно стать больше еще на 30%. Сегодня предприниматели республики поздравили с профессиональным праздником. Какую поддержку в регионе будут оказывать бизнесменам? Подробности в следующем материале. Каждый год в республике выбирают самые успешные бизнес-проекты и называют именно тех, для кого риск – благородное дело. Среди приглашенных на торжество по случаю Дня предпринимателя – те, кто не боится брать на себя обязательства, кто выстоял в пандемии, кто осознает свою социальную ответственность. Наше производство существует больше 20 лет. Коронавирус внес коррективы и в предпринимательские планы, и в статистику. Немного меньше стало субъектов малого и среднего бизнеса, зато почти на 20% выросло количество самозанятых. Всего в этом секторе экономики трудится 150 тысяч человек. Быть предпринимателем, на мой взгляд, – это реализовывать свою мечту. Причем мечту, которая даст возможность не только тебе самому заработать, но и направить те деньги, которые ты заработаешь, на правильные вещи. Можно проинвестировать в собственное дело, можно эти средства направить на благотворительность. Сейчас очень активно развивается история, связанная с социальным предпринимательством. Быть предпринимателем, ответственным предпринимателем. Я вообще считаю, что это патриотично. Господдержка предпринимательства приобрела в последний год особое значение. На фоне пандемии расширилась линейка продуктов, предлагаемых бизнесменам. Займы, субсидии, гранты. Отдельные льготы и преференции предусмотрены для тех, кто только открывает свое дело. Всего же в 2021 году на развитие малого и среднего предпринимательства Чувашии предусмотрено более 800 миллионов рублей. Елена Гальперина, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. С начала недели проходит предварительное голосование партии «Единой России». В формате онлайн на сайте pg.er.ru жители республики, как и граждане по всей стране, выбирают будущих кандидатов в Госсовет Республики и Госдуму. Лучших кандидатов от партии определяют сами жители предварительным голосованием. Такую процедуру, когда до основных выборов определяют кандидатов от партии, проводят только «Единая Россия» уже с 2007 года. В этом году с помощью онлайн-голосования. И многие чебоксарцы уже сделали свой выбор. Проголосовали уже. Да, было действие. Известные люди завоевали авторитет. Да, я приняла активное участие, так же, как и мои родственники. Мы проголосовали. Вы будете принимать участие в предварительном голосовании? Возможно. Наверное, да. Ну, родители, да. Они участвовали. Я в политику не лезу. Вы сами будете голосовать? Подумаю и все. Я всегда хожу на голосование. Свой голос всегда отдаю за того, за кого, мне кажется, это более правильным выбором. В стороне от этих голосований народ не должен оставаться. Они должны активно. От того, что гражданское население приходит на выборы, принимает участие, активность у населения должна быть. Это мы свою судьбу решаем. Депутат, я считаю, должен обладать качествами. Он должен поддерживать во всем народ, прислушиваться к мнению народа, должен быть порядочным, энергичным. Честный и любящий народ и землю нашу. Честностью, честностью, принципиальностю. И не бояться соперников. Болеть за свою любимую, родную, Чувашу и за свой город. Предварительное голосование продлится до 30 мая. Отдать свой голос за нужного кандидата может каждый житель республики на сайте. Итоги предварительного голосования подведут уже 1 июня. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика. Вакцина от COVID-19 становится еще доступнее. Защитить себя от коронавирусной инфекции могут и жители отдаленных малонаселенных пунктов. В Батревском районе ежедневно работают мобильные бригады. Для этого было закуплено 4 санитарных автомобиля. Врачи из районной больницы выезжают в фельдшерско-акушерские пункты для вакцинации от коронавирусной инфекции всех желающих. Но сначала обязательный медицинский осмотр. Температуры нет, противопоказаний к вакцинации нет. Так что, может вакцинироваться. Я доверяю этой вакцине, потому что многие мои знакомые уже вакцинировались. И они чувствуют себя очень даже хорошо, без каких-либо симптомов, без каких-либо последствий. Доставляют вакцину и в малонаселенные пункты. В поселке Люля в Батревском районе проживает менее 70 человек. Здесь нет стационарного ФАПа. Поэтому сюда отправился мобильный комплекс. Сюда наши медицинские работники приехали с утра, провели медицинский осмотр, диспансеризацию. И, конечно, сегодня еще провели вакцинацию против коронавирусной инфекции. Инесса Потапова, Александр Литяков, Республика. Правила возврата части затрат на путевки в детские лагеря, регистрация и снятие с учета по месту жительства граждан Российской Федерации, вручение текста Конституции страны при получении первого паспорта. Эти и другие изменения в законодательстве прямо сейчас в рубрике «Правовые новости». 25 мая стартовала программа о возврате части средств за покупку путевки в детский лагерь. Возврат части затрат будет производиться в течение пяти рабочих дней со дня поступления информации об оплате туристической услуги в размере ее 50% стоимости, но не более 20 тысяч рублей за одну путевку. Также установлено, что подлежит компенсации туристическая услуга, соответствующая следующим требованиям. Например, размещение детей предусматривается в лагерях, которые включены в единый реестр организации отдыха детей и их оздоровления. Оплата путевки производится с использованием российской карты МИР. Внесены изменения в правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с учета по месту пребывания и по месту жительства. Можно будет выбрать любой орган регистрационного учета в пределах городского округа или муниципального района, а для городов федерального значения в пределах их территории. Также для получения прописки будет достаточно посетить регистрирующий орган всего один раз, чтобы поставить отметку о регистрации в паспорт. Такая возможность появится у тех, кто подал заявление о регистрации через портал госуслуг. Закреплено, что несовершеннолетние дети регистрируются по месту жительства законных представителей, независимо от согласия нанимателя жилого помещения и членов его семьи, а также наимодателя и собственников жилого помещения. По поручению президента страны Владимира Путина, правительство утвердило постановление о вручении текста Конституции при получении первого паспорта. С 1 июля гражданам, впервые получающим российский паспорт, будут вручать экземпляр Конституции. Решение коснется 14-летних граждан, получающих паспорт впервые, а также иностранцев, получающих российское гражданство. Выплаты владельцам доиных коров возобновили. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов. Так же, как и в прошлый сезон, большого молока им положены субсидии в зависимости от количества животных. В 2020 году впервые в нашем регионе были выделены субсидии на содержание коров личных подсобных хозяйств. В прошлом году эту форму поддержки получили 33 100 хозяйств. И главой республики было принято решение в этом году также эту форму поддержки сохранить. И в бюджете заложено 171 миллион рублей. Это значит, 35 тысяч человек, кто содержит коров, в ближайшее время могут получить субсидии. Заявки уже начали поступать с районов. Первые заявки поступили с Сельческого района, с Канашеского района. И сегодня уже первые денежные средства, первые субсидии будут отправлены жителям этих районов. Пять районных и два городских младших воспитателя представили свои практические навыки в финале регионального конкурса «Лучшая няня». Всероссийский конкурс проходит в республике впервые. «Лучшую няню» Чуваши определили на базе профессионального колледжа имени Никольского. Разные по характеру, по опыту работы, по увлечениям, но одинаково любящие детей нянечки. Диана Романова – самая юная из участниц финала конкурса «Лучшая няня». В подобном состязании она принимает участие впервые. Это опыт, это что-то интересное, новое. Всегда хочется попробовать себя в чем-то новом. Для меня это интересно. Я очень люблю детей. Так их, наверное, все любят. Они притягивают к себе. Вот придя в детский сад, вы уже оттуда не захотите уйти. Всего на старте было 24 претендентки. В финал вышли семь. Этот конкурс стал своеобразным драйвером проекта профессиональной няни – детям. Он призван привлечь внимание и повысить статус такой важной и нужной профессии. Для того, чтобы оценить, наверное, на достойном уровне их труд и дальше развивать это направление. Они будут демонстрировать себя, как о своей профессиональной деятельности. Сервировку стола они покажут, как и по разной тематике. А лето, осень и зима у них, тему, которую они выберут. Дальше у них будут решать разные психолого-педагогические ситуации, которые они попадают ежедневно, когда выполняют свою профессиональную работу. Финалистки показали практические навыки работы по решению различных профессиональных ситуаций. Выполнили творческие задания по музыкальной импровизации к песне и сервировке стола. В обед компот идет. Блюдечко ставим с ложечкой. Чашечка с правой стороны. Ручка тоже с правой стороны. Маргарита Путерова приехала на конкурс из Аликовского района. Стаж работы с детьми у нее немалый. Более 10 лет. Мне эта работа очень нравится. Я туда хожу с улыбкой и с удовольствием. Мои дети меня любят. Вот это меня тянет на работу. Когда идешь по дороге, бывшие выпускники встречают и обнимаются. Говорят, ой, Маргарита Михайловна, и это мне очень нравится. Участница добавила, что конкурс для нее возможность расти и быть всегда в курсе всех современных методик воспитания. По итогам конкурса профессионального мастерства лучшей стала Наталья Разгудаева, младший воспитатель Шумерлинского детского сада. Она и представит честь республики в Москве в октябре. Наталью Мальчикова, Татьяна Раевская, Николай Скворцов, Республика. В Чувашском государственном художественном музее продолжает работу единственная в своем роде выставка «Забытые сражения. Неизвестные герои». Автор картин «Наш земляк» художник Василий Макарович Макаров. В чем заключается уникальность экспозиции в сюжете Ульяны Пятаковой. На выставке с говорящим названием «Забытые сражения. Неизвестные герои» представлено более 120 живописных и графических произведений участника Великой Отечественной войны Василия Макаровича Макарова. Вместе со своей дивизией он прошел долгий путь от Сталинграда до столицы Чехословакии. Проявил себя смелым и мужественным бойцом. Выставка – своеобразная летопись Великой Отечественной войны в лицах героев 302-й стрелковой Тарнопольской краснознаменной дивизии, в которой воевал художник. Здесь множество портретов. Большая часть из них составляют рисунки и гравюры тех, кто отличился в боях за Родину. Наброски, повседневный быт окружающих его людей. Будни редакции, в которой он служил. Зарисовки боев. А возвращаясь в редакцию, на линолеуме создавал клише для газеты. Отдельный зал здесь посвящен Михаилу Девятаеву. Подвиг знаменитого военного летчика, который совершил дерзкий побег на самолете из немецкого плена, сегодня вновь на слуху, благодаря недавно вышедшему фильму. Между тем, судьбы фронтового художника Василия Макарова и летчика Михаила Девятаева неведомо для них пересеклись еще в 1944 году. Тогда самолет Девятаева был сбит в небе над городом, где проходила операция, в которой принимала участие дивизия Василия Макаровича. Однако лично они познакомились уже после войны. После того, как о судьбе Михаила Девятаева узнала вся страна. И вот тогда художник и задумал картину, посвященную героическому летчику. Не все сослуживцы Василия Макарова дожили до победы, но талант художника сохранил для нас их образы, как и лица победителей, встретивших 9 мая в поверженной Германии. Впервые за все годы на выставке можно будет не только увидеть портреты героев, но и прочитать о том, через какие испытания пришлось пройти каждому из них. Немало рисунков и набросков Василия Макаровича посвящено рядовым красноармейцам, которые с обычным стрелковым оружием встали на пути военной мощи вермахта и, преодолев все невзгоды, сохранив и оплакав своих боевых товарищей, все же выстояли и победили. Ульяна Пятакова, Александр Отяков, Республика. Дома на воде, бани на дровах, беседки в лесу и на берегу пруда. База отдыха «Азамат», расположенная в Цивильском районе, предлагает отдых для души и тела. Обустроенные места для летнего и зимнего отдыха смогут оценить любители природы и уединения. Подробнее об этом прямо сейчас, а я прощаюсь с вами. До завтра. База отдыха «Азамат» – это живописное место, где можно подышать свежим воздухом и отдохнуть от городской суеты. Здесь много вариантов как для летнего, так и зимнего отдыха. Открытые беседки с обустроенными местами для приготовления шашлыка, оборудованные места для купания и даже вышка для прыжков в воду. База отдыха находится на берегу пруда, где можно искупаться, попариться в бане, которая находится прямо на воде, и попробовать поймать рыбу. В распоряжении база «Азамат» – 18 гектаров водной глади и 4 гектара смешанного леса. Все места отдыха расположены так, чтобы отдыхающие не мешали друг другу. Бани расположены так, чтобы прямо из парилки окунуться в пруд. Рядом с банями – крытые и теплые беседки. Желающим провести на базе отдыха ночь предоставляется в аренду дом, рассчитанный на 10-12 человек. Беседка при нем может вместить до 30 человек. Ребята, ну вообще классно. И вода тут, да, и деревья, и скворцы вон как здорово поют. Вообще все классно. Есть беседки, беседки с электричеством. Я вообще удивлен, что вдали от города тут электричество вообще. Баньки. Ну, в общем, все, достаточно инфраструктура такая развитая, что, ну, приятно, вообще не напрягаешься. И самое главное, то, что сейчас пожароопасный период, а нигде это не разрешается, а тут все хорошо, все классно. Ну, вообще отдых супер. Вот. Мы здесь первый раз рекомендуем. На базе отдыха «Азамат» проводятся свадьбы, выпускные вечера, фестиваль «Рыбак-рыбака», «Масленица» и другие яркие события. Здесь каждый найдет отдых по душе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова